всем дарова 11 самых ожидаемых игр 2020 года именно но не знаю ставить лайк дизлайк не знаю ничего дизлайки не ставлю никогда даже если видео хуёвая нехуёвая мне похуй я ну за позитив пусть каналы развиваются ниш как-то набирают по 600 65 66 732 830 33 тысячи просмотров и имеют весьма хуенную статистику чай буду ставить портить чуваку какому-то блять канала и батяша мусора или шоу мне тоже свой канал и не хочу меня все сделать когда по сути хочу всегда иметь весьма приятную статистику я не знаю что это за видео у меня она вышла блять кота хуя только сейчас рекомендация сделано было 15 июня я думаю инфа уже там к этой может уже исправлено хуя знает по самым ожидаемым играм 2019 года многое изменилось точно было увидеть киану ривза на сцене просыпнуть и другим играм и лечь в подушку ожидая следующего года который будет бустом консолей нового поколения с появлением кучки киберпанковый какой-то хорбас что люблю технологичных и шедевральных игр и сегодня не об этом в этом видео вы узнаете топ 11 самых ожидаемых игр 2020 года по моему мнению предупреждаю сразу список составлен по степени возрастания ожидания с менее хайповых проект до супер взрывных мега ожидаемых так что вишенка на торте будет ближе к концу ролика поэтому досмотрите это видео до конца просто по сути у меня борда и киберпанк в голове основном кроме доты на данный момент поможет я еще что-то зацеплю у меня есть еще там ну вторая фаза игр которая весьма мне тоже нравится но вот она у меня пока замылена в итоге у меня по сути только три блять игры или 4 и все я блять недостаточно я и играю только в до туда охуенно блять одиннадцатое место marvel's avengers мстители но не финал marvel в партнерстве с дочерней компанией square enix crystal dynamics не sony что печально продолжают развивать игровую вселенную marvel которую большинство встретили либо со страж галактики от telltale либо с прошлогоднего человека паука судя по геймплейным вставкам из трейлера игра мне напоминает какую-то смесь модов на gta 5 но это лишь моя больная фантазия уверен продукт выйдет стоящим и интересным не увы там скверов другой совсем движок вы другой движок и этот самый боже блять немножко на такси бы выглядел вообще мутно непонятно вообще это будет реально толком да это это может слишком лица блять профильтрованный что ли от от ну чисто для трейлера и все геймплейное видео да и все они там захуярили могут вообще живу в игре может блять на такое мыло быть это пиздец это я боюсь в общем за этом но хотя square enix мне нравится вроде что sleeping dogs там вот я sleeping dogs играл это square enix вроде не sleeping dogs мы заходим сейчас и это у нас да это от square разработчики united from games хотя блять что я сравниваю это вообще блять издатель square enix же ебать ставкам из трейлера игра мне напоминает какую-то смесь модов на gta 5 но это лишь моя больная фантазия уверен продукт выйдет стоящим и интересным игра будет поддерживать возможность прохождения сюжетки в кооперативе до четырех игроков от вдовы до железного человека к по прессовнули даже в игре геймплей показали пока приемлемый конечно не ахти по сравнению с тем же спайдерменом но будем ждать полноценных десяти минуток и там смотреть дата выхода мстителей назначена на 15 мая 2020 года платформы playstation 4 xbox one и пока а также игра будет доступна на стриминговом сервисе google стадия 10 место вампай of the mask raid bloodlines 2 спустя 15 лет после выхода первой части которые загубили активижен своими спешками с выпуском игры и кучей багов студия hardsuit labs реанимировала атмосфер 1 рпк 2004 года новым сиквелом bloodlines 2 геймплейный трейлер си 3 показал уже нам знакомую механику игры сложные решения вампирские способности сюжетные элементы новые районы сиэтла анимации пока сыроваты геймплей с прыжками и драками выглядит как-то дергана в общем это только альфа-версия уверен игру подтянут до играбельного состояния а то больно было смотреть демонстрацию от айджин дата выхода второй части вампиров назначена на первый квартал 2020 года предположительно март месяц платформы пк ps4 и xbox one девятое место hello infinite на e3 microsoft предоставила трейлер шестой части серии серии хэйло в котором пилот корабля случайно натыкается на мастера чифа одиноко брошенного в космическом пространстве пилот запускает экзоскелет легендарного солдата и пробуждает героя чиф как настоящий мастер смотрят на разбитый ореол и мотивируется на сражение игра станет и духовным перезапуском серии в чем нас уверяют разработчики выход запланирован наконец осенью 2020 года для пк xbox one и консоли нового поколения project скарлетт восьмое место mountain blade 2 баннер лорд студия tailwords поднимает серию mountain blade на новый уровень штурм укрытий бандитов разнообразные битвы улучшены по сравнению с предыдущей частью искусственный интеллект который будет использовать реалистичные и умные тактики сражения это как минимум будет присутствовать в mountain blade 2 баннер лорд больше детализации городов реализма битв и насыщенности геймплея я верю в tailwords ведь не зря мы ждали так долго дата выхода неизвестно но учитывая что только-только начался закрытый бета-тест игры то ставлю ставку на весну 2020 года ждем анонса точной даты на gamescon 2019 платформы pk playstation 4 и xbox one 7 место ghost wire tokyo приключенческий боевик от создателей the evil within в котором танос снес с лица земли всех жителей токио на самом деле сюжет будет разворачиваться не вокруг таноса а вокруг странной пропаже людей в городе главного героя косплейщика соколиного глаза ронина будет преследовать на каждом шагу про нормальные явления мистика и оккультизм разработчики заявляют о жанре игры как хоррор но уверяет что это будет нечто иное чем устоявшиеся сурвайвл ужастики хоть это и никодима но проект меня заинтересовал чувствую будет интрига и настоящий сакэ от японцев да и танго gameworks не промах дата выхода неизвестно предположительно лето осень 2020 года платформы также не анонсированы вероятно готовится бустить консоли нового поколения шестое место twin mirror французы из dot not entertainment не останавливаются на своих достижениях и все еще творят очередную эпизодическую игру с кучей мистики и шизофрении главный герой сэм просыпается в номере отеля весь перемазанной кровью и ему придется изрядно покопаться в подкорке своего сознания чтобы выяснить правду игра отдает частичкой бойцовского клуба по описанию особенно с моментом шизофрении которую будут развивать и don't not и основная фишка геймплея это путешествие по так называемым чертогом разума где героев мысленно предстоит подниматься по каменным ступеням сознания выглядит интересно don't not am я доверяю со времену life is strange поэтому жду ранее датой выхода стояла начала 19 года но совсем недавно игру перенесли на 2020 год и как из метро назначили эксклюзивом epic game store на 12 месяцев платформы pk xbox one и playstation 4 и вакуada location and complex characters of basswood пятое место or and the will of the wisps без привлечения прекрасная и душевная первая часть подарила кучу эмоций это инди игра взяла не только визуалом но и истории в совокупности с восхитительным саундтреком кто бы думал что платформеры могут удивлять могут это по-настоящему визуальный кайф и надеемся что вторая часть будет на уровне с первой или даже выше дата выхода 11 февраля 2020 года платформы пк и xbox one заебали ты специально тебя малий до смородин кача американская ты все равно никто не понимает грамм 4 место ghost of tsushima знаете секира конечно хорош но я пожалуй нашел себе новенькую открытый мир середины 13 века самурай японии против незваных монголов роскошный графон и залипательные колоссе пшеницы качающиеся на ветру реалистичная игра про самураев без магии и прочих супер сил это то чего я жду очень сильно и ради которой можно раскошелиться на приставку открытый мир графика уровня фантастической техно демки которую как всегда урежут но у sony есть козырь в виде playstation 5 так что не все потеряно дата выхода начала 2020 года многие говорят про 2019 но на данный момент после е3 намеков и новостей нет а ждать playstation experience в декабре ну такое себе все карты указывают на двадцатый год платформы playstation 4 и возможно ps5 походу придется ps4 покупать сука пиздец до нового года осталось 3 место дайнлайт 2 открывать первую троку хитов самых ожидаемых игр 2020 года игра зомби тематики огромного количества паркура проработанных локаций свободы выбора на свой вкус влияющего на сюжет города также всякие паркур головоломки новые типы зомби все это ожидает нас во второй части дайнлайт главный герой эйден колдвелл будет вынужден искать вакцину от инфекции чтобы не превратиться в зомби в мире игры который по словам разработчиков в четыре раза больше оригинала и разделен на семь разных регионов без загрузочных экранов при переходе между ними основная фишка игры будет заострена на решениях игрока изменяющих судьбу городов и персонажей в общем не буду глагольствовать это несомненно стоит ждать дата выхода весна 2020 года платформы pk ps4 и xbox one второе место киберпанк 2077 тут можно обойтись без комментариев потому что вы уже все видели что именно раскачала и 3 и кого сиди project red и может перекинуть через плечо давая ответ к диме с его одесс трейдинг и норманом ридусом эпично неожиданное появление киану ривза забустила продажи предзаказов коллекционов и прочего штаха в разы это действительно круто и за это я хлопаю стоя сиди project и нажимаю f остальному хламу на и 3 но киберпанк 2077 изначально был не про знаменитостей а про своеобразное видение будущего где люди представляют из себя кибер мутантов в прямом смысле этого слова потому что там даже девушка может смодифицировать себе мужское достоинство вот это я понимаю степ над современными тенденциями игра породит много вопросов со стороны толерантного общества но от этого она хуже не станет ведь нас ожидает открытый мир режим от первого лица десятки часов основного сюжета куча побочных заданий интерактивная система диалогов гонева на машинах мотоциклах поддержка rtx правда не для всех это плюс я дико жду эту игру если вы тоже то ставьте лайк тогда к вам во сне придет свой джонни в лице киану ривза но если не поставите то ждите эту мадам киберпанк 2077 выйдет 16 апреля 2020 года на пк поставщик 4 иксбокс вот и и надо как уже точно быть первое место the last of us 2 а вы думали есть игра с более высоким рейтингом ожидаемости одни из нас это шедевр я ж на компе сижу да ну за его времен третьей плойки да и сейчас не стыдно об этом сказать история элли и джоэл качественно проработанные персонажи нет лишнего пафоса сочувствия героям эти чертовы щелкуны которые вначале внушали страх проработаны для того времени локации красивые пейзажи раскрытие тем жестокости и несправедливости в мире постапокалипсиса через все это проходит джоэл потерявший свою дочь и нашедший ей другую альтернативу или к слову следующая часть игры будет задействовать или как главную героиню и не исключая возможности появления джоэлла как второстепенного играбельного персонажа если конечно его не убьют где-то в начале игры а все остальное обрабатывать флэшбэками я буду байковать джоэл недостоин проходить через эти отбитые клише игровой индустрии вторая часть будет кардинально отличаться от 1 во всем начиная сюжетной направленности от любви к мести и ненависти доработанным игровым процессом больше стелса пряток в кустах траве в расщельных под машинами будет интересно если дадут возможность спрятаться под трупами также здесь более проработанный искусственный интеллект способны находить персонажей в укромных местах и заканчивая интенсивные кровищи вместе с опасными инфицированными я могу много говорить о первой части и столько же о второй нам лишь остается ожидать внезапных трейлеров с анонсом даты выхода либо psx в конце года я думаю что последнее вроде бы смотришь на игры 2020 года и понимаешь что черт возьми это круто и этого стоит ждать возьмите уже наконец мои деньги но с другой стороны мы находимся на пороге появления консолей нового поколения с улучшенными технологиями с поддержкой 8к разрешения 120 кадров в секунду рейтрейсинг и эти улучшения дадут больше простора для разработчиков с огромной фантазии конечно до пекарни им еще далеко но учитывая что все игры делаются исключительно под консоли то новое поколение позволит хотя бы улучшить графон не говоря уже о прочих плюшках next гена с вами был макси тейп ставьте лайк и если понравился мой топ игр пишите какие проекты ждете лично бы в 2020 году и подписывайтесь в основном я вещаю проходя за охуенный топ ну не братан я не знаю короче как это как назвать короче макси тейп спасибо за контент было прикольно же шану только у меня сейчас в рекомендациях закинулась я и будь что за хуйня ну типа все заебись спасибо удачки те то мы посмотрели охуели ps4 надо покупать да да надо походу покупать ps4 спасибо спасибо бля прикол вот когда понимаешь что у тебя нету уже бабок просто чтобы себе купить ps4 сука ничего если будет 200 баксов то надо ее покупать я наверно но лх буду брать ну короче на сайте бля там где был да наверное потому что это пиздец нереально нахуй или нет хер его знать ладно всем удачи всем спасибо думаю еще куча буду смотреть видосов комментировать не редактировать просто комментировать охуевать ну что-то интересное люди создают я просто интересно вряд ли смогу что-то я могу комментировать такую хуйню делать а создавать я что-то не получается все вот это делают а я вот может когда-то научусь все всем удачи всем спасибо кто пришел кто не пришел эту ссылочку наверное я оставлю конечно на это видео дело посмотрите его отдельно сами без моего углубнения микрофон и прочего удачи